И сегодня у нас ведущий такой кино-продюсер Андрей Родной, привет! Здравствуйте! Как дела? Прекрасно, я на баскетболе, что может быть лучше? Отличный вторник! Я армеец, скажем так. Как? Почему? Ну это связано с папой. Это связано с папой. Я в очень маленьком городочке вырос. Это город, который называется Урай. Это Юг Тюменсковский, Хантамасийский автономный округ. Маленький город, 35 тысяч населения. До нас информация заходила не так быстро, чтобы я переехал в Сургут. Но папа, так как у меня служил в армии, он говорил, что лучшего ЦСКА нет. Я знаю, что 30 тысяч пупырышек на баскетбольном мяче. Вот это я знаю. Считал. Так когда болел, когда болел, когда не было. Нам преподавали баскетбол. Баскетбол мы сдавали в университете. Двойки, тройки, броски, обратное вращение мяча. Попрос тебе такой, викториночный. И вы тоже отвечаете. Сколько полос на баскетбольном мяче? Полос? Да. Шесть. Давай еще один вариант. Нет, ну смотри. Раз, два, три, четыре. Получается, четыре. А, я неправильно посчитал. Я гуманитарий, цифры не мое. Фотки. Надо просмотреть в мониторе. И ты должен будешь сказать, кто болеет за какую команду. Вот болеет человек за ЦСКА или не болеет? Гарик, по-моему, за ЦСКА не болеет. А, нет, он болеет за ЦСКА. Он болеет. Так болеет или нет? Болеет. Болеет. Правильно. Гарик болеет. По-моему, он армеец. Говорят. Поговаривают? Да. Что он больше на станции метро «Спартак» обретается. Он просто не знает. За «Спартак» болеет. Его альтернативная личность болеет за ЦСКА. Вообще любой ЦСКА. Спокойный, харизматичный. Потому что в СМИ очень редко появляются какие-то... Короче, вокруг вообще армейской семьи крайне мало вот этой шумихи всегда бывает неприятной. Соглашусь. То есть у нас никто никого не лайкнул и в дубль не уходит после этого. Дамы и господа. Футболистки, чемпионки России женского ЦСКА Альвира Тодо и Надежда Смирнова. Отличия мужского и женского футбола. В женском футболе не такие высокие скорости, как в мужском. То есть если мы играем с мужчинами, то мы на их фоне выглядим гораздо медленнее. Но я думаю, что по уму футбольному именно мы им не уступаем. То есть мы можем их за счет быстроты мышления обыграть. Кого вы знаете из нашей команды? Никита Курбанов. Естественно. Знаете ли вы такого персонажа, как Майк Джеймс? Да, MVP. Постоянный практически. У вас индивидуальные награды по завершению сезона. Медали вам уже вручили. А индивидуальные призы какие-то были? Розданы. Нет, пока нет. Это происходит чуть позже. Да, у нас Надежда лучший, полузащитник. Действующий титул. Да, и лучший игрок чемпионата России. Смотрите, на экране один человек отворачивается, второй смотрит на экран. Там появляются термины спортивные, футбольные и баскетбольные. И нужно просто термин объяснить. Естественно, не повторяя название само. Это когда игрок хочет бросить, а второй ему не дает. Оно все знает. Я просто в детстве баскетболом занималась. А, вот оно что. Что, есть у нас сейчас словечко для Эльвира? Ну, давай. О, это то, что я подаю. Угловой? Это очень легко. Твои красивые бело-розовые. Бутсы? Да. Журналист Василий Конов. Привет, Ася. Здравствуйте. Как часто удалось побывать на баскетболе в этом году? В этом году первый раз. В прошлом году было чуть чаще. И, в принципе, мы стараемся выбираться вместе с женой. Ей тоже нравится баскетбол. Поэтому даже бывали такие случаи, когда к нам подходил конь. Да. Поприветствовать. Поэтому все в порядке. Совсем недавно, я затрудняюсь видеть когда, только фото видел в интернете, была вручена премия вам как лучшему журналисту. В годы. Простите наших зрителей по версии чего это было. Это национальная спортивная премия, официальный наш спортивный Оскар, который вручает Минспорт. Есть еще, Василий, прекрасный канал, который называется Конов. И там 12, да, пока, по-моему, интервью. То есть канал такой спортивных интервью. Вочень, по-моему. Меньше, да? Погменьше. Не показалось. Ну, хорошо. Немного. Баскетбол уже фигурировал. У нас есть фото игроков ЦСКА, которых нужно угадать. Ну, мне кажется, что слева. Ну, ладно, хорошо. Это Иван Ухов слева. Действительно, наш защитник. Ну, справа. Который в белом или который в синий? Ну, конечно, который в белом, да, да. Да, это Андрей Лопатин и какой-то парень в белой майке. И какой-то байл, да. Вы боялись? Я говорю, надо было 90-е брать. Я не помню, там, 5 или 6 сезонов не пропустил ни одного матча. А в студию паркета, вот с такой вот штукой, которую мы припасли, пришел друг детства и шеф-повар Дани Хакета Марко Якета. Якета, да. Как дела? Как дела? Хорошо. Ну, эта штука меня пугает, Римановская. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Какой-то напитки, еда, ну, что-то, что можно через трубочку попробовать и по вкусу определить, что это. Ну, это паста. Я только сегодня кушал острый. Это кинокто. Да, вот это, ничего себе. Я бы никогда не угадал. Да, браво, да. Кинокто есть Россия, что ли? Конечно, у нас есть все. Это же Россия. Я не пробовал. Я не пробовал. То есть, как бы, я знаю, там, что, но... Ну, еще я пробую, нет? Это очень противно. Зачем вы так взрываете со мной? Окей. Я понял, потому что я болью за кинок, да? Шеф-повар, да, нехак это, пробует... Квас! Квас! Брависсимо! 15 лет в Москве, а Лора, а Лора! Даже не тянет. Но это не борщ. Нет. Но похоже. Торчо? Почти. Ну, да, наверное, томатный суп. Да томатный суп просто. А какие томаты, Лора, эй! Ё-моё! Так. Тебе пишут, бедолага. Тебе пишут зрители. Это Рейсбул. А, я... Жаль-ка без водки. И я помню, Даня, который бегал вот такой маленький. Который бегал у нас. Я был всегда на фанате, чуть-чуть, улиган. И мы дружили, когда еще он был маленький. Даже успел на Олимпиаде у русских сборных быть шеф-повар в Лондоне. Вредна ли одна для баскетболиста или полезна? Вот именно итальянская кухня. Но, смотри, даже русские, даже русские сборные в баскетболе звали итальяшка. Итальяшка. А итальяшка в Лондоне быть шеф-повар. То есть, значит, итальянская кухня для спорта топ. Окей. Ты шеф-повар. Какое лучшее блюдо у тебя получается, вот, чтобы сразить наповал? Я люблю все готовить, но что я люблю, прям, я готовил в сердце, это ризотто. 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 Очень сложно приготовить хороший ризотто. Очень сложно. Потому что нужно внимание. Нужно постоянно перемешать. Нужно постоянно... Это как красивая девушка. Должен глядить постоянно. Когда получать хороший результат. Евгений Сиды, Марко Екетто, шеф-повар Дани Хакетто. Спасибо вам всем большое за внимание. Увидимся совсем скоро. Продолжение следует...